Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем читать текст из Enterprise Intermediate Это вторая часть, Surf's Up И ссылка на первую стоит в описании видео А теперь на очереди у нас четвертая часть Ты можешь серфить почти везде, в любую погоду Если на тебе гидрокостюм Тогда все, что тебе нужно сделать Это выбрать доску для серфа И ты готов кататься Будем надеяться на больших волнах, которые теплые С опытным учителем, чтобы тебя повезти или везти Тебе не нужно носить гидрокостюм летом Но многие серферы носят его все время Потому что он может защитить тебя от горячего солнца Равно как и от холодной воды Итак, что у нас здесь Almost anywhere Хорошая фраза Почти везде Можно даже сказать почти где угодно Это тоже будет правильно, поэтому везде это не обязательно Далее Значит, wetsuit Если дословно мокрый костюм Имеется ввиду гидрокостюм То есть костюм с гидроизоляцией И далее All you need to do Все, что тебе нужно Тогда Вот это then С него лучше всего начать Тогда все, что тебе нужно Или после того Имеется ввиду после того, как одели гидрокостюм Все, что тебе нужно То есть вот это сначала А потом уже можно переводить вот это Далее Surfboard Ну, здесь все очевидно Это доска для серфинга Я даже писать это не буду И так все ясно И далее вот эта классная фраза You are ready to go Ты готов Ну, если дословно идти Но здесь To go Все зависит от того, чем мы занимаемся Какого рода деятельность описываем Здесь ты готов кататься Ты готов плавать Ты готов серфить Как угодно Здесь можно это go переводить Как только захочется А можно вообще никак не переводить Но тем не менее Это очень хорошая фраза И она очень популярна Она очень часто употребляется We are ready to go Now we are ready to go Теперь мы готовы Делать то или иную вещь Далее Вот это hopefully Тоже очень интересное слово Его можно переводить как Let's hope Вот что здесь имеется в виду То есть давайте надеяться Или будем надеяться Что на больших волнах И все такое Далее Ну, warm ясно И далее Experience teacher Опытный учитель Или тренер Как угодно Далее Lead you Lead здесь вести Ну, в смысле Руководить тобой Ну, поскольку человек Неопытный Плавать не умеет Поэтому руководить Далее Значит, тебе не надо Носить гидрокостюм летом Ну, здесь все более-менее Недословно Обращаем внимание You don't need Тебе не нужно То есть ты не должен В принципе То есть можешь, если хочешь Но это типа не обязательно Далее Many surfers keep them on Здесь сразу не сообразишь Что это за them такое Но имеется в виду Это wet suits Во множественном числе Почему во множественном поставили Почему не в единственном Ведь только что говорили Об единственном числе Проблема в том Что у нас тут Many surfers стоит Многие серферы И естественно Ну, все серферы В одном костюме же не ходят Поэтому у каждого Как бы свой И поэтому приходится Ставить множественное число Но при этом Здесь имеется в виду Wet suits Далее вот эта хорошая фраза Keep them on То есть Держат его на себе Все время Это если дословно Здесь он Можно понимать С одной стороны Как на себе Надетый А с другой стороны Как продолжать Как бы все время Одевать его То есть И так и так Прекрасно Это выглядит Но тем не менее Одевают его Все время Или их Если уж на то пошло Далее All the time Ясно И далее Since В необычной роли Здесь он не С А здесь Поскольку То есть По большому счету Здесь Because Имелось в виду И далее They can protect you Опять They Это опять Wet suits Это вот это They Далее Все более-менее ясно As well as Равно как Здесь можно было бы And поставить Это было бы правильно Но and Это настолько Кондовое И неудобное слово Оно Очень такое Ну неудачное Скажем так Поэтому по возможности Нужно его избегать Ну вот здесь Вот таким образом Избегали Теперь посмотрим Как нам озаглавить абзац Surfers love the crowns Это явно не то Little equipment And a good trainer Скорее всего Это D Вот это Немного оборудования Или немного снаряжения И хороший тренер Ну окей Едем дальше It can take a few weeks Or it can take the whole summer For you to learn To catch a wave At the right moment Stand up on your board And stay there It's an amazing feeling When you look down And see your feet On the board And realize You are finally standing up On the sea Even if you aren't Very sturdy Professional surfers Look as if they learned To surf As soon as they could walk For example Shane Powell An Australian professional Watched videos Of Australian surfing heroes Like Peter Townsend Barton Lynch And Tom Carroll As he was growing up He says As a boy I'd watch those surfers And just imagine myself Riding the waves Powell seems to move over the sea Without any difficulty He first practiced on small waves But clearly had talent By the age of 17 He was touring with the world's best surfers And now at 23 He practices every day And an even younger generation of surfers Study videos of him in action У вас может уйти несколько недель Или даже целое лето Чтобы научиться ловить волну В подходящий момент Вставать на свою доску И оставаться на ней Это потрясающее чувство Когда вы смотрите вниз И видите Что ваши ноги на доске И понимаете Что вы наконец-то Стоите на море Даже если вы Стоите не очень уверенно Профессиональные серферы Выглядят так Как будто они Научились серфить Как только научились ходить Например Shane Powell Австралийский профессионал Смотрел видео Австралийских героев серфинга Таких как Питер Таунсенд Бартон Лич И Том Кэрол Когда он вырастал Он говорит Когда я был мальчишкой Я смотрел тех серферов И просто представлял себя Катающимся на волнах Павел кажется Движется по морю Без каких-либо трудностей Он сначала практиковался На малых волнах Но у него Определенно был талант До 17 лет Он бывал на турнирах С лучшими серферами мира И сейчас В возрасте 23 лет Он практикуется Или тренируется Каждый день И даже Молодая Более молодая Генерация Или более молодое Поколение серферов Изучает видео Как он Действует Или видео с ним В действии Если угодно Значит здесь Первое предложение Сразу немножко Вводит в такой Ступор С чего начать Здесь самое главное Не начинать сначала Потому что иначе Можно запутаться Здесь лучше всего Начать с вот этого For you То есть для тебя Или тебе Потребуется Дальше перевести Потребуется здесь нет Его надо придумать Фактически потребуется Это вот этот take У тебя займет Наверное займет Лучше будет Я напишу займет Или может занять Если на то пошло Потому что здесь у нас Can Может занять Несколько недель Или даже целое лето A whole summer Обращаем внимание Что перед whole У нас стоит A Обычно считается Что перед whole Надо Z ставить Но Z ставится Тогда Когда мы имеем ввиду Какой-то все-таки Конкретный предмет А когда мы говорим Абстрактно Какое лето Чье лето Для кого В каком году Ничего не понятно Поэтому здесь можно A ставить И далее После того Как мы переведем Вот эту всю тираду До самого For you Уже можно переводить Научиться Ловить волну Вот это catch A wave Это дословно Ловить волну Далее At the right moment В подходящий момент Или в правильный момент Если угодно Или в нужное время Можно и так это перевести Далее Вставать на доску Здесь именно вставать А не стоять Точно так же Как встать со стула Встать там с пола И так далее Это stand up Вот здесь тоже Вставать на доску И оставаться там Имеется ввиду На доске И realize Понимать Это understand По большому счету Но understand Не ставится В таких случаях Realize Гораздо лучше Далее Слово Steady Steady Это прямой Стабильный Ровный И крепкий Будем говорить Но здесь Имеется ввиду Не вы Не очень крепкие А как бы Вы не очень уверенные Будем так говорить То есть Вы не уверенно Стоите на доске Здесь надо фантазировать Немножко Чтобы было красиво Далее Professional surface Здесь все более-менее ясно Look as if Выглядят как будто Здесь можно было бы Like поставить И это нам ничего бы Как говорится Не изменило И далее Learn to surf И далее As soon as Как только Surfing heroes Вот это прикольно Герои серфинга Ну так можно говорить Ну чемпионы Или как угодно Но в английском языке Слово hero Очень часто употребляется По отношению к спорту По отношению к соревнованиям Это не значит Что человек там Совершил что-то Очень героическое Там лег на амбразуру Где-то Нет Это просто Ну известный спортсмен По большому счету Celebrity Можно сказать так Далее Growing up Ну grow up Это расти В смысле вырастать Когда он был мальчишкой Он смотрел И вот пока вырастал Он смотрел эти видео Далее Вот это I'd watch Что здесь имеется в виду Здесь would Мы помним Что would Может означать Use to По большому счету Это прошедшее время Не надо думать Что здесь будущее Не надо думать Что здесь условия Нет Это use to Здесь можно было Use to поставить Но use to Это два слова И оно не сокращается А would Можно сокращать Imagine myself Riding the waves Вот это классное выражение Представлять себя Катающимся на волнах Riding здесь Что делающий Катающийся И далее у нас Глагол связка Seems to move Кажется Что Павел Движется по морю И все такое Вот это Seems С него лучше всего Начинать переводить Потому что Если мы скажем Павел Кажется кататься по морю Ну в общем Совершенно не звучит Поэтому Вот этого Seems Надо начинать А потом уже Павел А потом уже Все остальное Третий Вот так Далее Without any difficulty Без всякой трудности Обращаем внимание Что мы говорим Без трудностей Можно ли было сказать Without any difficulties Конечно можно сказать Но зачем Можно и в единственном числе Далее Practice on small waves На маленьких волнах Здесь все в принципе ясно Далее By the age of seventeen То есть до семнадцати лет Еще не было ему семнадцати А он уже ездил на турниры То есть вот это By Его дословно Лучше не переводить Потому что иначе Получается как-то Не очень понятно Далее Вот это Touring Здесь это можно понимать Двояко С одной стороны Ездил на турниры Ну в смысле Как в турне С другой стороны Ну и просто соревновался С другими серферами На турнирах Ну то есть Как кому больше нравится Далее Значит Practice Очень хорошая Слово Может оно пониматься Как практиковаться Можно говорить Тренироваться Тоже как кому Чего больше нравится И далее Generation Это поколение Можно говорить Генерация Можно говорить Поколение Как кому тоже Больше нравится Вот это классное выражение Videos of him in action Здесь дословно Достаточно сложно перевести То есть Видео Его в действии Ну мы так не говорим Естественно То есть Здесь имеется в виду Что Видео Где он Катается Или где он Грубо говоря Там что-то делает То есть Опять же Здесь нужно Фантазировать Итак Теперь попробуем Этот огромный Абзац Заглавить Я уже По-моему Догадываюсь Что там будет Learning from Previous generations G Ну и теперь Остается Последний абзац Самый Крушечный Простое наблюдение За великими серферами Заставит вас захотеть Попробовать этот спорт Если вы действительно Его попробуете Вы найдете в себе Мускулы Которые Вы и не знали Никогда Что вы их имели Или имеете Здесь Это можно понимать Как в переносном значении Вы найдете в себе Откройте в себе Возможности Которых О которых вы даже Не подозревали Вы можете начать Думать Что Вы никогда Не сможете Хорошо это делать Но Вы Получите Море удовольствия Итак Вот это Simply Watching Great Surfers И все Вот это Дело Это одно Большое Подлежащее У нас И Это Герундий Вот так Он может Выглядеть Герундий Может быть Подлежащим Он отвечает На вопрос Что Или что Делать Поэтому Может быть И подлежащим То есть Здесь можно Понимать Так Простое Смотрение Или наблюдение За великими серферами А можно Говорить Просто Наблюдая Великих серферов Вы Захотите И Войлмейк Тогда как бы И переводить Не надо По большому Счету Вот это Войлмейк Оно Фиктивное Здесь Это Скажем так Такое Действие Которое Позволяет Нам Связать Одно С другим То есть Совершенно Не обязательно Его дословно И переводить Обращаем Внимание Что здесь Здесь ведь По сути У нас Комплекс Обжект Сложное Дополнение Только в Будущем Времени Значит Вот у нас Первое Дополнение Первый Обжект А вот у нас Второй Обжект Инфинитив То есть Стоит И здесь Как бы Двойной Инфинитив Здесь To want To try To не стоит Перед want Потому что Make стоит Мы помним Что make Волшебное Слово После него To не ставится Если это Инфинитив Точно как После let Не ставится Никогда Ну а После want Уже можно Ставить Все что угодно В данном Случа Еще один Инфинитив Стоит Ну почему бы И нет Такое Тоже бывает Далее If you do try Зачем здесь Do Это по большому Счету Синоним Слово really Просто really Настолько Неприлично Употреблять Ну обычно Стараются Его как-то Избегать Ну вот Один из вариантов Избегать Особенно в Present Simple И в Past Simple Это ставить Do Does Или Did Ставится Перед Основным Глаголом Далее Здесь Классическое Условие Первого Типа То есть Реальное Если вы Действительно Попробуете Вы найдете В себе Там Неведомые Вам ресурсы Здесь вот эта фраза You will find Muscles you never knew You had Опять же Я повторюсь Ее можно понимать Как буквально Так и в переносном смысле То есть Вы откроете В себе Силы Которых О которых Вы там И не подозревали И не знали Далее Вы можете Обращаем внимание Что у нас Предположение С довольно сильной Долей Неуверенности Вы можете Начать Думать И дальше Еще Might Стоит Мало У нас Того Что May У нас Еще Might И кроме Того Предложение Архисложное Потому что У нас Условия Первого Типа Дальше Точка Запятой Очень Редкий Зверь А дальше У нас Начинается Еще Какая То Мысль И значит Здесь у нас Предположение Так Процентов 40 30 Уверенности Возможно Вы начнете Думать Не факт Конечно Вот Что Вы Никогда Не сможете И дальше Бесподобно Get it Right То есть Ну по большому счету Делать это по-человечески Делать это правильно Делать это нормально Вот то Что у нас Делать нормально Вот Далее Might Вот это Это по большому счету Будущее время Оно показывает Ну Скажем так Если Я не хочу Ставить Will А здесь Ну наверное Лучше его не ставить Действительно Здесь речь идет о возможностях О способностях Поэтому Might Идеальный вариант Далее You will have a lot of fun Вы получите море удовольствия Или Повеселитесь Оторветесь И все Вот это дело Итак Шестой абзац Чем мы его заглавим Так Я думаю Что это И То есть Never easy But always enjoyable Нелегко То есть Никогда не легко Но всегда Весело И здорово И это До завершения текста Вот такой у нас текст Не такой уж он и сложный Как казалось На первый взгляд Да Он большой Но никогда не нужно бояться Больших текстов Потому что Большой Это не значит Страшный Или сложный Просто большой Не более того Итак Скриншот Всего этого Будет по ссылке В описании видео Как с моими художествами Так и без них Равно как и ссылка На первую часть И равно как и ссылка На весь плейлист По Enterprise Intermediate Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал